Друзья, всем привет! Всех приветствую! Значит, сегодня хотелось бы поговорить с вами о карелах, попугаи породы карел. Все бы ничего, но есть такие пары, которые несутся, несут яйца, все, самец за самкой ухаживает, они выбирают домик себе, условно говоря, строят гнездо, несут они яички, самка откладывает 3, когда 6, когда 5, когда 4 яйца, но сидеть на них она не сидит. Я пробовал один раз, пробовал второй раз, пробовал, по-моему, 3 раза я попробовал. Все это дело я вам в видео показывал, сейчас тут появится ссылочка или как подсказка сверху, можете потом нажать, посмотреть, или в описании сделаю ссылку, посмотрите предыдущее видео, где эта пара неслась, но не сидели на яйцах. И, в общем, в предыдущих видео я спрашивал у подписчиков, что делать, как быть, кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, помогите. Ну и мнение большинства было такое, что все сказали, давай оставим, попробую еще раз. В общем, я эту пару оставил, я ее не продал. Вот сейчас мы находимся возле этого вольера, где эта пара сидела. Ага, ладонь в камере. Оп. Вот этот вольер, тут видите, даже вон там уже полотинка. То есть, примерно где-то месяца 2, даже месяца 3 птицы здесь не сидят. Сейчас я вам покажу, где эти. Я их пересадил, я им сделал, тут у меня, видите, какой вольер. По соседству тут розелы, здесь по соседству другие карелы сидят. Там вентиляционное окно, сделана вентиляция. Я пересадил их в более, и он, кстати, большой. Здесь по размерам, я не могу далеко отойти, тут тесно. В общем, по размерам, высота этого вольера, метр, длина, вот так глубина, туда глубина вольера, примерно метр тридцать, метр сорок, и вот ширина вольера метр тридцать. Ну, в общем, грубо говоря, метр на метр сорок, на полтора, вот такой вольер. В общем, тут они жили, на яйцах не сидели. Сейчас пойдем покажу, где они сейчас находятся. Здесь же, на этом уровне. Друзья, вот эта пара. Я тут немножко подсветку дополнительную сделал, потому что сегодня пасмурно, и если просто делать видео без подсветки, будет не то качество, и, ну, как бы не зайдет все это видео в эфир, будет вам плохо видно. В общем, смотрите, я сейчас сделаю минимум движения, потому что птица боится, когда вот идет дополнительное освещение, если махать руками, тут вот сейчас камерой водить, то есть птица боится, условно говоря, своей тени из-за большого количества света. Хотя эта птица находится у окна. В общем, в двух словах, а может, не в двух словах, сейчас как пойдет. Смотрите, значит, посадил я эту пару сюда, они здесь уже просидели, я не помню, надо блокнот посмотреть, наверное, месяца два точно. Сейчас у нас апрель, март. Ну, условно говоря, месяца три просидели. Птица выленившая, вон они какие, ровные, статные, гладкие. Самец, кто не разбирается, самец слева, самка справа. Это корелы, которые без красных щек. Есть такой подвид корел, называется, ну, называется или безщекая корела, или бело-щекая корела. То есть, кому как удобно, тот называет так. Но от перестановки слагаемых не меняется ничего. В общем, смотрите, я ее посадил в этот вольер. Этот вольер по ширине гораздо уже, чем тот. Если тот предыдущий был полтора, да, полтора метра, то здесь всего-навсего ширина клетушки этой 50, может, 55 сантиметров. Длина метр десять, высота такая же метр. Вот. Кормушки там внизу, по елке внизу, минералка тоже внизу в специальной миске. Нет, минералка подвешена, ее сейчас не видно со скворечником. Так вот, сегодня я объявляю им новоселье, в том плане, что я им вешаю домик. Сейчас я потихонечку попробую вам показать. Вот, видите, я был вплотную у сетки. Вон они. Ну, чтобы не напугать, потому что если они прыхнут, соседи не напугаются, а соседи у них розелы, и начнется такой дурдон. Потому что особо я здесь не снимаю, потому что здесь вон розелы сидят, видите? И видите, как все тени. Вот, чтобы тени эти не двигались, надо аккуратно снимать, чтобы птица не боялась. Так, значит, смотрите, вешают домики. Этот домик я приобрел у одного хорошего человека. Он, если смотрит, узнает свой скворечник. Тут так открывается все это дело. Ну, в общем, вот, повесил я им сегодня домик. Думаю, пускай размножается. Вон там насыпал щепок, стружки, опилок. Ну, вот, такие опилки. Значит, кто думает, какие опилки вешать? Друзья, я использую по возможности. Какие есть? Бывают сосна. Если попадается сосна на лесопилке, беру сосну. Как-то использовал дубовые. Ну, по мне так сосна лучше. Она мягкая, хорошая. По поводу фракции, мелкие или крупные. Ну, в принципе, бывало и мелкие использовал, бывало и очень мелкие использовал. Раньше тоже, помню, провеивал через сито, чтобы пыль не попадала. В общем, по-разному. Все варианты хороши. У меня не было случая, чтобы, допустим, я какие-то опилки применил, и там забились дыхательные пути у птенцов, или они наелись. То есть, были и пыльные, были и крупные. Все подходит. То есть, я на основании этого могу сказать, что любые опилки, любая стружка подходит. Ну, и не забывайте, что по природе Карелла гнездится в дупах прелых деревьев. Если сомневаетесь, можете посмотреть BBC, или можете непосредственно, если там отпуск у вас выпадет, и вы поедете в Австралию, то вы можете сами все увидеть. Так, по поводу... Короче, по природе они гнездятся в трухлявых деревьях, и там у них что только не встречается в гнездах. И в старых гнездах гнездятся, где перед этим кто-то гнездился. Никакой дезинфекции, и все, там водятся, плодятся. А знаете почему? Почему? Потому что иммунитет хороший в дикой природе. А почему хороший иммунитет в дикой природе? Потому что птица, во-первых, подвижная, много летает. Во-вторых, дышит свежим воздухом. И в-третьих, я думаю, самое такое важное, это у птицы хороший рацион питания. На основании этого могу сказать, что залог здоровья птицы лежит в разнообразном рационе питания. То есть, сюда входят ветки разных деревьев, ветки, потом фрукты разные, овощи разные. Ну и, по возможности, разное зерно. Если, кстати, ваша птица, допустим, не ест какое-то зерно по причине твердой зерно, кукурузу, допустим, не клюют, вы эту кукурузу размачиваете. Она будет размоченная, будет она, во-первых, мягче, во-вторых, там уже идет химическая реакция, и кукуруза становится более витаминная, более усваивается лучше. Так что, друзья, имейте в виду, что, если что, какие-то вопросы есть по зерну, можете писать в комментариях. Подскажу. Ну, что знаю, подскажу. И, как бы, мои знания не есть какие-то там панацея. Нет, просто делюсь своим опытом, а вы уж сами думайте. Найдете более опытного, пожалуйста, узнайте у него, если вам не сложно, мне скажите, я к себе на заметку что-то приму. Ну, в общем, суть такая, что решил я попробовать эту пару, вот в этом новом скворе, как бы, новом помещении, новая, получается, клетка, новая местность для них абсолютно, они тут не были ни разу. Посмотрим, друзья, посмотрим. В принципе, пара отличная. Самец за самкой ухаживает. Они кладут отличные оплодотворенные яйца, там везде оплоды. Я так подкладывал к другим корелам, они высиживали, все было шикарно. Но вот сейчас моя задача в этом году попробовать, чтобы именно они сами высидели и выкормили. Но, смотрите как, если они не сидят, они могут высидеть и отказаться от птенцов. Вот, что я боюсь. Самому выкармливать это очень сложно. Хотя у меня все есть, ну, все специальные эти установки, инкубаторы, брудеры, специальные там ложки, вилки, шприцы, лампочки, грелки, то есть, все есть. То есть, если какие-то случаи будут, у меня быстренько специально есть комната, где я помещаю птицу и там все это дело потом довожу до ума. Вот. Но это очень трудно, очень проблематично. Хотелось бы, чтобы птицы выкармливали сами. Значит так, по поводу условий. Какие тут условия? Ну, две жердочки, это обязательно. Потом одна жердочка ближе к низу, чтобы был, как бы, присест. Ну, и все, в принципе, скворечник. По питанию кормлю, значит, я сейчас попытаюсь вам показать кормушку аккуратно. Вот так выглядит кормушка. Здесь вот сегодня щелкали они семечки. Плавает семечка. Это вот они кушают и тут, что не доели. Вот еще, видите, овес, чечевица вот целенькая. Ну, это они доедят. А вот это остальное, вот шелуха, это уже шелуха. То есть, если сейчас дунуть, то что-то разлетится, а какая-то часть останется. Ну, такого я даю. В принципе, тут все мокрое или набух. В смысле, не набухшее, а пророщенное. Потому что, ну, птицу я готовлю к размножению. Я примерно за 2-3 недели, перед тем, как повесить домик, начал кормить их вот такой вот набухшей, набухшей такой вот зерновой смесью. Здесь и семечки, и пшеница, и проса, и овес, и кукуруза. Кукурузу, кстати, видите, съели уже. Все. В плане воды даю простую воду. Раз в неделю могу пропаивать марганцовкой, как бы для профилактики желудочно-кишечного тракта. Ну, и небольшая такая минеральная подкормка, марганцовка тоже работает. Здесь вот у меня, видите, лампа. Ну, благодаря ей я сейчас вам прекрасно их снял. А если бы без лампы, выключить лампы, будет темно, и ничего не видно. Такие вот дела. Сейчас я вам еще получше. Вот так вот их сниму. Видите, какой самец слева. Так, если присмотреться, он как будто в смокинге. Вот реально на нем смокинг. Ну, видите, черные брюки. Верх у него как жилетка черная. А вот эти плечи на крыльях, это как руки белые, типа в рубашке белой. То есть настоящий смокинг. А самочка светленькая справа сидит. Она, в принципе, относительно его светлая, как невеста, в подвенечном платье. Ну, казалось бы, сплошная романтика, да? Угощения есть, еда есть, работать не надо. Размножайтесь, плодитесь и приносите радость. Но почему-то яйца не суть, а на яйцах не сидят. В общем, друзья, пробую этот раз и потом будем делать выводы. Сейчас, я думаю, забегать не будем вперед. Снесутся, снесутся, выкормят, слава богу, выкормят. Если не выкормят, если будут снова бросать яйца, то снимем видео отдельно на эту тему и поговорим снова. Может быть, надо их, не знаю, может их надо распаровать. Ну, честно сказать, продать их куда-то, отдать более опытному заводчику неохота. Очень они красивые, очень я с ними уже сдружился. А по возрасту, по возрасту им, наверное, примерно, примерно, наверное, наверное, примерно года два. Ну, скорее всего, вот это сейчас идет второй. Два года есть и вот уже пошел третий. Вот, наверное, так. Все, друзья. Всем вам спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Большое спасибо за внимание. До свидания. До скорой встречи. И продолжение этой истории еще будет. Я думаю, еще они нас... Ну, я надеюсь, что они нас порадуют птенцами. Все, друзья. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok